А перед началом этого видео я хочу поблагодарить наших спонсоров, а особенно это касается великих, величайших, божественных спонсоров, а также анрилов. Великие спонсоры Аласука, Илюшечка, Анри Фордж, Бурбончик, Файркайнд, Вань Кот, Зелекс, Буткин Лабуткин, Форфик, Старкиллер. Величайшие спонсоры Пиля, Крушал Джем, Маркус Катенгаузен, Остерых Болл, Константин Касаткин, Лось, Кэмп Тристри Рус. Божественные спонсоры Нихат Алиев и Маркус Катус. А анрилы это у нас Самовар, Далберг Студиос и Атилагун. А также спасибо спонсорам на ютубе. Если вы хотите поддержать канал и получить классные бонусы, то можете оформить спонсорку по ссылке в описании на бусте. Спасибо. Всем привет, я Эмбро, это Харсу Фарен 4 с модом на Первую Мировую. И мы играем с вами за Францию, которая проиграла эту Первую Мировую. Но потом здесь началось восстание, мы возглавили с вами революцию, привили её к власти. Сейчас нам нужно с вами доразвиваться уже наконец и в этой серии взять реванш. А мы будем воевать с вами и с Германией, и с Австро-Венгрией, и со всеми остальными. Потому что Рейхспак сейчас, он вот такой вот большой. Австро-Венгрия в этой истории не захотела распадаться. Она взяла и вообще в Альянс к Рейху вступила. Что на самом деле вообще для меня было неожиданностью. Потому что сейчас нам придется воевать против двух перебафанных держав. С союзниками. В виде Британии, которая скорее всего нам тоже помогать не будет, как и в Первой Мировой. 49 дивизий. Есть еще итальянцы. У них 42 дивизии, но они после гражданки еще будут, не знаю, поправляться лет 10, как мне кажется. Но мы должны помочь захватить Сицилию и Итальянскую Республику. И насчет вот этих вот выборов, это на самом деле было прям горячо в комментариях. Я не ожидал, что вы будете тут так сражаться. Но на самом деле эти выборы, они нам на геймплей никак влияние не окажут. Так на самом деле даже здесь, если я выйду в примирение, я все равно могу взять фокусы на повоевать. Тут просто разница вот стабильность. И на самом деле вообще выходить лучше в примирение. Потому что тут стабильность плюс 10, а тут минус 5. А стаба это и производство, и фабрики, и политка, и как бы ну это все, что нам надо. Сейчас очень сильно. Революция до предела, да как ты что ли? Раньше что сюда вот выйти. А тут то, что популярность там демократии вырастет, да это вообще важно. Может оправдовать в примирении, не париться. А тут, блин, а тут жестоко на самом деле. Тут стаба минус 10, политка минус 100. Да, мы оппозицию уберем, которой у нас практически и нету. Блин, ребят, я реально в примирение выйду. Не будем париться. А здесь, вам интересно, кто победил. Короче, вот эти оба они заняли поменьше. Леон и Луи меньше голосов. Больше всего набрал голосов, это у нас два варианта. Это Себастин и Жорж. Причем они идут просто впритык. Я считаю, как бы и комментарии, и количество лайков на комментариях, как бы там, это все заодно я беру. Но Жорж набрал чуть-чуть побольше. Там комментарии некоторые вытянули, которые лайков собрали. А вот за Себастина больше именно комментариев, но на них лайков меньше. Короче, я все посчитал, и оказалось, что Жоржик у нас чуть-чуть как бы на шаг впереди. Так что царельцы у нас сейчас станут во главе государства, правильно? Вот, Жорж. А теперь давайте в примирение. В прошлом французские революции слишком часто ввергали в страну бесконечные спазмы революционного и контрреволюционного террора. Возможно, пора строить республику, в которой у каждого есть свое место, независимо от того, поддерживали они революцию или нет. Как бы, вот это, оно очень хорошо. Но, блин, тут больше дебафов, чем бонусов. А по сути, мы выбираем среди них, и все. Возьмем вот это вот, это будет недоступно, потому что Россия у нас не советская. И потом просто пойдем вот сюда вот. Франция и Италия. Франция. Франция, нет, вот это Франция. Французская республика, которую на самом деле-то я не хочу захватывать. Потому что, а что тут? Мы берем северную часть вот эту, и как бы вот это все, оно отвалится. Я так понимаю, потому что территория не национальная, нам не нужно будет захватывать южные участки. Но, Франция в Антанте. Еще в Антанте находится у нас Канада. Также Австралия. И, как бы, вот это вряд ли будет в рамочке, но Канада будет 100% в рамочке. И нам нужно будет с ней разбираться. Флот-то у нас тут 37 кораблей. У Канады 200. Накопила гадину. Короче, мы в Канаду просто не пробьемся, чтобы эту войну закончить. Но, Американусы. В идеале вас, конечно, как-то в свой альянс взять. Но они че? Есть модификатор, защитник этой сферы. Расстояние. У нас напряженность еще, правда, нулевая. Будь у нас напряженность, кстати, большая, они бы, мне кажется, в альянс все же вступили бы. Ну, если бы там прям высокая, наверное, подсотка была бы. Посмотрим, нагоним эту напряженность. Может быть, американцы согласятся вступить. Потому что, если это произойдет, то Канада наша. В комментариях сказали брать американцам свой альянс через консоль. Но, мне кажется, это уже перебор. Поэтому давайте не будем. Сейчас я доизучаю танки тяжелые. И начнем их производить. Также авиация. Давайте тоже будем сейчас ее исследовать. Превышение есть. Но пока не надо. Давайте в авиацию. Возьмем вот это, вот это и выйдем в штурмовую. Вот. Короче, вот эти два будем самолета делать. Так. Захватить власть. Жорж Валуа синдикалист, но также дружелюбен к монархии. Не хочет, чтобы Франция была чрезмерно левой. Он вел себя как анархо-синдикалист. Но теперь, когда у него достаточно поддержки, он пытается навести порядок в национальном синдикализме в этой стране. Круг Прудона становится правящей партией. Добавится идея белый террор. Подожди. Нам сейчас добавить секунд французское государство. Контент не добавился? Фокус отм... Так. Момент. Как бы круг Прудона. Мы там у него по сути-то выходили. Когда в начале компании голосовали. Но не вышли там о том, что вроде как он на второе место занял. Но это... Момент в чем сейчас? Нам контент дадут или нет? Вроде как не добавили. Слушайте, а если я какой-то другой вариант возьму? У меня контент добавится или нет? Но в любом случае мы сейчас будем тут играться. Я просто не буду захватывать власть. Возьмем вот эти вот фокусы. А потом уже захвачу. Если сейчас форы возьмем... Так. Тут по контенту. Эм... Вроде ничего. И решений вроде бы нету, да? Вроде нету. Сейчас я те варианты проверил. Там нигде контент не добавляется. Нигде решений новых нету. Это вот Жорж у нас здесь уникальный. И с возможностью захвата власти. Но! Тут написано то, что... Он дружелюбен к монархии. За что мы голосовали в самом начале прохождения? За монархии. За Бонапарта. И было бы, конечно, классно, если бы возможность Бонапарта привести бы хотя бы сейчас у нас появилась. Тогда же не получилось у нас. Вот сейчас мы бы Курк-Прудона привели к власти. Он бы как-то там монархии передал бы эту самую власть. И мы, по сути, бы реализовали то, что хотели в самом начале прохождения. Но, скорее всего, здесь это невозможно будет. Но мы очень близко опять к этому все равно подобрались. Ну, сейчас давайте пока что вот это вот берем. А потом все остальное. Но, чтобы это взять, правящая партия должна быть социализмом. То есть я просто возьму эти фокусы, получу возможность напасть на эти страны. И, как бы, все. Захватим власть. Потому что вручную фабриковать претензию нельзя здесь. Так что нам, ну, все же надо эти фокусы получить сейчас. Да, модулей, конечно, маловато для танков такого-то года. Но все равно давайте что-то хотя бы тут выберем. Тяжелый гавец, пожалуй, поставлю. Да, тут противопехотная 60. У противников по танкам не думаю, что что-то вообще будет. Да, и составить средний. Что-то там пушки 30 на 20. Это, ну, не стоит того, мне кажется. На, давай тяжелый гавец поставим. Дальше здесь тяжелая башня. Поставил сейчас я удлиненный корпус. Это прорыв плюс 15. Но скорость, надежность минус 5. А получается, что и то, и другое у нас, ну, прямо очень низко становится. Можно, конечно, поставить сейчас торсион. Это добавит надежность. Скорость поднять вот таким вот образом. 4, 4, может быть. Вот так, 4, 5. Надежность 79. Ну, а прорыв 42, 46. Блин, ну не хочется меньше 80% надежности все-таки ставить. Потому что это танки тяжелые. Их производить, соответственно, тяжело. И поломка от низкой надежности для нас будет очень печально. Поэтому пускай 79%. Вот, близко к 80%. Скорость тоже пойдет. Я от них много не прошу. Чуть быстрее пехоты пускай будут. И прорыв 42, броня, главное, 58. Пробивать это никто не сможет. Так что сохраняем и давайте будем производить. Я сюда могу поставить прям много военных заводов. Потому что всего у нас дофига прям в запасе. Вот, вот так вот давайте. Я даже с винтовку, пожалуй, поубираю. И с ПВО. И ресурсы, да, надо будет закупить. Но я не зря строю много фабрик. Так что мы можем себе это позволить. И две штуки в день. Сейчас шаблон тогда я сделаю. Ох, и огнеметчиков еще. Так, 162 прорыв. А с ними будет 191 с половиной. И атака тоже вырастет. Блин, они прям жесткие здесь, конечно. Давайте ставим. Так, ширина фронта 20. Но это как-то маловато. Надо поставить еще что-нибудь. Можно моторизированную арту, чтобы еще больше получить здесь. Атаку. И прорыв тоже вырастет. А ПВО здесь никак не разместить моторизированное. Да? ПВО только вот такое. А у нас скорость все равно 4 километра в час, кстати. А из-за чего 4 километра в час? А, господи, средний танк случайно поставил. О, все, 4 с половиной. А то что, зря я эту половиночку набивал здесь. Ну, раз подвижный ПВО нельзя, можно верблю-то поставить, но приказывался. Ну, ладно. Хватит прикола, война будет серьезной у нас. Поэтому ПВО. И, в принципе, на этом, наверное, и хватит. 23 ширина. Под равнину пойдет. Противопехотная атака 503. Прорыв 282. Все. Осталось теперь только это произвести как-нибудь попробовать. Давайте поставим военные заводы. Строится сюда, сюда. Нет, конечно, верфи. Но, смотрите, момент в чем. Здесь Итальянская республика. У нее дофига кораблей. Больше, чем у нас. А ее брать только выездкой надо. То есть наш флот может ее не взять. Но. Две Сицилии. У них тут флот хороший. Я его просто заберу, получается, и мы тогда налетим на эту Итальянскую республику. Вообще, я бы напал бы на Испанию. Забрал бы еще ее флот. Да и, в принципе, захватил бы. Но не могу, так как мировая напряженность. Поэтому так. Но, в любом случае, может быть, немножко верфее. Но стоит построить. Так что я тут, наверное, места оставлю. Под верхи. Чуть-чуть совсем. А военные заводы построим вот здесь. В территории, надеюсь, я сдавать вот эти вот не буду. А тут давайте верхи поставим. Чуть-чуть. Пускай пойдет. Хотя бы вот так вот. Четыре штучки. Давайте хотя бы один танк. Забацаем. Там не хватает впритык людских ресурсов. Совсем чуть-чуть, но ничего страшного. Сейчас мы его поставим. И отправлю его вот сюда вот. Потому что помним, как тут было тяжело пробиваться. Танку, конечно, тяжелому тут будет тоже неприятно. Горы, реки. Ну, какие высокие, а, горы. Но ничего. Лучше так, чем пехоты. Все равно. Изучил также здесь я истребители. Сейчас беру штурмовики. Но производить пока что мы их не будем. Потому что не хватает военных заводов. Давайте сейчас еще вот так вот сделаю. И докуплю ресурсы. Пока что давайте займемся танками. Как построятся военные заводы, я поставлю еще на самолеты. Вот хотя просто истребители сделать уже будет хорошо. Закон о призыве пока что сейчас не повышаю. Потому что людские ресурсы постепенно сами растут. По чуть-чуть добавляется. Но повысить рано или поздно придется. И словить вот эти вот неприятные дебафы. Зато в два раза больше будет у нас процент военобязанного. Который, кстати, все равно будет очень низким. Да. Сержавой, значит, здесь медальки раздаю. И приходит на это сообщение. Это что? Опа, подожди-ка. Это что-то хорошее. Получим стабильность. Авторитарность вырастет. А Эльзасу и лотеринги добавятся дебаф. Войнобязанное. Минус людские ресурсы. Минус. Это что-то мы тут немцам сделаем. А давайте. Вот. Автономность региона. Про. Чего там немцы такое-то самое? Ну, что-то мы хорошее сделали для себя, но плохое для них. Это уже хорошо. Смотрите, чтобы повысить закон о призыве дальше до обязательной службы. Мы должны быть в состоянии войны. И правящая партия должна быть протафашизм. Просто как бы нам же нужно создать армию до начала Второй мировой. А возьму я вот это вот. Я много войск не сделаю. Мне прям нужно сразу брать обязательную службу. Наверное, я это возьму, пожалуй, когда мы нападем на Итальянскую Республику. Там я и протафашизм поставлю. А что, сейчас нельзя? А, поддержка партии Круг Продона больше 30%. Ух ты что-то. Это уже дело другое. Так. Значит, нужно убирать вот этого. А я сейчас не могу, кстати, поставить. Шарля Марасса. Фокус сформировать Круг Продона выполнен. А у меня нет такого фокуса. Блин. По популярности 25. Ладно, сейчас мы этого пока что просто убираем. Ставим давайте вот этого на узлы снабжения. Остальные у нас... Все, нормально. И тут 24%. Ммм, может быть, как-то мне сейчас получится понизить все другие партии вот эти, чтобы процент у этой партии вырос. Да, скорее всего, возможно. Короче, пока что сейчас воюем. С этим ничего не трогаем. Потом налетаю я на Итальянскую Республику. И там будем уже повышать закон о призыве. И поставим, кстати, военную экономику тоже. Так, значит, все, тренировку отменяем. Танк там у меня уже подъехал. Вот этот. Не добил я, правда, его. Ну, давайте сейчас уже будем начинать. В бою потренируются. Все, поехали. И ух, ты у нас сразу начали атаковать. Прямо как знали, что я прямо сейчас нападал. Но пошли вот сюда вот. Вот сюда. И... Нам. Еще раз. О, еще другое дело. Что-то там как-то не сообразили, видимо. Пробились. Молодцы. А теперь вот так вот сюда вот ударить. О, давай. Этих сейчас просто подержим немножко. И тут поковырям просто. А сейчас, значит, тут реки нету. Прожимаете временный мост или нет? Вроде нету. Тогда давайте вынужденная атака. И пробиваемся вот здесь. Так, танк. Ты там что? Хорош вообще? А ты еще в битву даже не вошел. Ну их так что ли пробиваем? Просто так? Нифига? Давай. Не, ну я там все равно пехота прокачала. Главное, как бы жестко у нас даже. Как бы с пехотой на пехоту уйти, то мы сильнее. Все, и котел минус 12 дивизий. Супер. Что получается у нас в потере? 7000. Конкретно у нас 715. У противника 138. Хороший котел получился. Так, танк. Здравствуй. Так. Главное, чтобы не уничтожили. Это опасно. Ну ты красавец, а здесь такой. А тебе, кстати, можно там менять внешний вид? Другая модель, а не только одна. Ну в принципе, это тоже красиво. Так, сюда прошли. Теперь давайте вот сюда вот. Давай, давай, давай. Молодцы. Теперь вот сюда. Давай. Есть. Так, а Неаполь что-то вдруг освободили? Там пусто. Ну тогда сейчас всех мы держим, а сами заходим в Неаполь. Давай. Есть. Все. Еще хороший котел. Это прям как-то мы хорошего пробиваем. Давайте переводить сюда вот. Оп, тут уже наши проходят. Пошли сюда. И дальше Тарарта. Все. Закрываем. Здесь сейчас тоже быстро пробиваемся. Вот сюда. А тут котел сделаем. Молодцы. Закрываем. Эти сюда. Это что, высадка что ли? Британский союз? Нифига себе. То есть, чтобы вы хоть что-то начали делать, у вас должна была произойти революция. Я не ожидал, что они в принципе что-то еще делать. А тут высадки прям пошли. Офигеть. Это такие, что они прям вон убиваются. Сейчас. Тебя могут уничтожить, если мы тебя не спасем. Давай. Пробиваемся тут скорее. Так, танк, все остальное. Подъезжай сюда. Плавь. Давай. Оп. Слушай, хороший выставка. Получил. Сейчас я снаряжение прокачал. Давайте еще вот сюда вот. Защита, прорыв, то что надо. Нам как будто сейчас этого не хватает. Но с Германией, да, там может этого не хватить. Теперь вы сюда и Палермо. Все. Готово. Я могу себе это забрать. Не, ну реально. Флот. Мы весь. Даже на флот не хватает очков. Серьезно? Вы че? Так, но по одному, да. Вот так вот я буду сейчас забирать. А Сицилию тогда уже, ну, эти пускай забирают. Как я и планировал. А на это мне не хватит, да? Че, серьезно? Да эти корабли. Кто мне запрещает их забирать? Типец. А вот тут ничего тоже нельзя. А, просто очков не хватает и все. Зашибись. А у этого, видимо, тоже очков не хватило. 200 целей не добил. Ну, что это такое? Ладно, сейчас я через консоль ему отдам. А то, что это прикол какой-то. Все, я ему отдал. Че у нас там по кораблям? Вот. Значит, есть. Давайте вот вы сюда. Не, на любом случае этого нам хватит. Плюс еще как бы корабли союзников. Тут он британцы держит. Так что нормально. Нам главное сейчас изучить высадки. Я там вроде их немножко изучал. Да? Да, так до конца изучил. Причем можем сейчас высадить 5 плюс 2. 7 дивизий всего лишь. Жалко, конечно, танк отправлять. Ну, давайте. Сделаем высадку мы. А тут я смотрю, они плотно сидят. Войска у них дофига. Придется прям пробиваться. А ну, поплыли, посмотрим. Везде стоят, да? Конец гражданской войны в Италии. Наконец-то стрельба прекратилась. После поражения Великовой войны Италия погрузилась в кровавую и хаотичную гражданскую войну. Волна революции прокатилась по всей Италии. Весь мир медленно наблюдает за тем, как вершится судьба Италии. Ага. Короче, туда они все находятся. Везде. Крепость построили. Но тут у нас горы, холмы. Нам нужно ударить именно по равнинам вот сюда вот. Так что сейчас делаем высадку отсюда. Вот сюда. Сейчас давайте прожимаем запрет демократических партий. Запрет авторитаризма. А, нет, все, его не нажимаем, потому что это стабильность. Минус 10 процентов. Начал с 69. Нам. Ну пока что нам этого хватит, поэтому берем. То, что нам еще с тобой минус 5 сделает. Ну ладно, давай. Так. Французское государство, протафашизм, все есть. Протафашизм будет дальше расти. А то у меня же тут нету советников никаких вообще. Ни фокусов на поддержку протафашизма. Им это тяжело будет закрепиться. Но сейчас, значит, нападаем. И я беру обязательную службу. И военную экономику. А, резкое падение цен на фермерскую продукцию, вызванное восстановлением европейского сельского хозяйства после войны, спровоцировало обнищание деревень в стране. Кризис был особенно тяжелым для стран с крупным производством. Тут плохой грядет. А и вот. Стаба минус 5, протафашизм, ну давай. 47 процентов. Сельскохозяйственный кризис. Ох ты ж, е-мое. Фабрики позабирали, стабильность, скорость строительства. Черт. До 26 года, декабрь. Ну, то есть год ждать. В принципе, ладно, годик тысяч посидим, не особо критично. Фабрики у нас есть, сейчас вот эти достроим и начинаем военными заводами заниматься. Здесь я уже, да, этот фокус не взял, потому что тут соотношение боеспособности надо, но я уже не возьму из-за социализма. Ну, короче, вообще пофиг, я просто этой консолью открою себе и все. Это уже когда будем с Германией воевать, я думаю, пофиг. Такую консолью можно сделать. А ждать, не прожимать это решение ради одного фокуса на Германию, пока мы набьем боеспособности, это, короче, такое сме. Поэтому сейчас я решил все это сделать. Что-то у нас по высотке все готово. Давайте размещаем фулл. Ух ты, тут же он уставший. Надо ставить это, вверхи на ремонт. Пускай может немножко поремонтируется, потому что корабли жалко терять. Тут крупные как раз поломаны. И у нас будет адмирал, вот ты. Сейчас оно поремонтируется и тогда уже будем делать высотку. Повысил еще надежность танков, вот таким вот образом. Тут плюс 5, тут еще плюс 5. Оно интересно как-то отображается вот здесь вот. Ну-ка сейчас давайте вот поставим и вот сюда. Надежность 91 проц... Ау! 91 процент. Так ты слушай, броню давай повышаем. И двигатели. Вот, наверное, еще двигатели вот так, 80. Значит, скорость такая же, но у нас будет больше прорыв и больше броня. Берем, ставим. Супер. Вот эти вот танковые войска требуют намного меньше людских ресурсов, 10700 по сравнению с пехотой 12400. Хотя мы тут еще уменьшали, благодаря тому, что я каску убирал. Так что вообще в идеале все в танке просто переделать, вот эти вот наши войска. Но пускай пехота будет, а все, что сверху, я буду сейчас уже создавать именно танковые войска. А сейчас давайте нападаем и делаем выставку. Подожди, плод поставить, поддержка с моря. И поехали. Так, британцы тоже в войну вступать, вдруг тоже выставки сделаете. Поможете нам. И, кстати, тут никого нет. Ой, идет. Блин, успеем? Давай. Блин, устал. О, успеем. Хорошо. Быстро сюда. Вынужденная атака, давай. Бери. Давай, давай, пропусти. Ух, хорошо. Это было, кстати, жалко потерять и танк, и войска, когда у нас все это впр... Я забыл законы поменять. Сейчас момент. Все, сейчас сюда я напал. Давайте сразу ставим военную экономику. Поддержки войны не хватает. А, и тут по фабрикам, да. Не пройдем. Черт, я, походу, здесь же мог его взять. А там у нас в поддержке войны хватало. Там вроде хватало. А, не, 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 не хватало. Я еще посмотрел, там было 42% в пределах этого. Так что тогда мы тоже не могли это взять. Сейчас давайте обязательно службу. Короче, это самое главное, потому что людские ресурсы. И вырастку делаем. Поставить флот. Поддержка с моря обязательно. И давайте плывем. Тут стоят дивки, но мы их пробьем. Вынужденная атака. Давай. Ой, как хорошо. Пробились теперь вот сюда вот. И готово. Очков мне на это не хватает. Ну, хоть корабли мне дайте, пожалуйста. Все, очки не растут. Ну, вот я захватил страну. Ну, ничего не могу забрать. Ну, ну, просто не дают. Ну, почему нельзя? Какого фига? А это Италия корабли. Она тоже их не забрала. Эти корабли просто исчезли. Ну, куда они делись? Вот я как бы люблю эту новую механику, мирную конференцию. Но куда пропадают корабли вот эти? Я же их хочу забрать. Ладно бы там Италия забрал. Ну, нет. Они просто исчезают. В итоге у нас 71 корабль. Но это в Канаду не поплывешь. Поэтому все. Так. Сейчас идем вот сюда. И следующий наш противник это уже Германия. Единственное, что из-за кризиса вот этого сельскохозяйственного. Да из-за того, что я не смог взять военную экономику. У нас и меньше фабрик, и меньше скорость строительства. Скорость развития значительно меньше, чем я рассчитывал на данном этапе. Рикон долго строится. Нам. А нам нужно еще вот это построить. Еще войска вот эти сделать, дождаться пока людские ресурсы добавятся. И вы знаете, я хотел в этой серии уже напасть на Германию. Но, как видите, мы тут не потянем. Нам еще нужно это достроить. Сделать авиацию. Сделать войска, хотя бы ладно там авиацию. Просто войска сделать. Мало их очень. И тогда уже нападать. Людские ресурсы пока еще будут расти. Короче, давайте пока что сейчас я все это буду делать за кадром. Потому что это рутина, этот смысл показывать. И в следующей серии, когда у меня уже все будет готово, мы с вами начнем делать то, что мы так долго ждали. А пока что, спасибо всем большое за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Ставьте колокольчик, чтобы больше не пропускать новые видео. Оформляйте спонсорку, чтобы получить классные бонусы. Также играйте в мультиклерные портиры. Просто общайтесь на наших серверах в дискорде в ссылке в описании. Ну что ж, с вами был Эмбро. Спасибо большое за просмотр. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok